Тонкий лаваш, приготовленный дома по этому рецепту, получается вкусный и мягкий. Делать его легко и просто. Приветствую вас, друзья, на канале Kindras Life. Будем готовить одно из популярных блюд, тонкий листовой лаваш. Лепешка лаваша универсальная. Она подойдет как к мясным блюдам, так и к овощным, как к соленым, так и к сладким. Для приготовления нам понадобится всего несколько ингредиентов. 3 стакана муки, 1 стакан горячей воды, пол чайной ложки соли, а также 2 столовых ложки растительного масла. В этом видео я покажу, как готовлю лаваши я. Значит, берем миску, берем 3 стакана муки, высыпаем. Добавляем в муку пол чайной ложки соли. Берем стакан горячей воды. Вода должна быть такая, градусов 70-75, под 80. И выливаем тоненькой струйкой. Соль с мукой предварительно размешиваем. И вливаем водичку. И добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Раз, два. И это все дело перемешиваем до однородной массы. Сначала тесто мы замешиваем ложкой, чтобы образовался такой вот густой, упругий комок. А дальше продолжаем вымешивать тесто уже руками. Оно у нас получилось вот такое вот густое. Оно отстает от ложки. И уже дальше мешаем его рукой. Тесто должно получиться у нас упругое. И перестать прилипать к рукам и поверхности дощечки. Если тесто слегка такое жидкое и прилипает, ничего страшного. Берем немножко муки и подсыпаем. И продолжаем вымешивать. Тесто вымешиваем минут 10. Пока оно не станет упругое и не будет прилипать. После того, как тесто мы вынесили, формируем из него вот такую вот круглую форму. И ложим его в миску минут на 30, чтобы тесто отстоялось, созрело. Открываем его полотенечком. И через 30 минут продолжим готовить наши лаваши. Прошло 30 минут. Тесто немножко постояло. Берем его. Это отставляем в сторону. Значит, на доску, чтобы было легче катать, берем немножко муки. Тут как раз у меня есть остатки. В доску слегка притрусь мукой. Тесто мы раскатываем в такой вот жгут. Такую вот делаем длинненькую из него колбаску. И поделим на равные части. Как правило, где-то берется 10 частей. 10 одинаковых частей. И скатываем их в такие шарики. Одинаковая пора размера. Это будут заготовки под наши лепешки-лаваши. Полученные заготовки отодвигаем в сторонку. У меня получилось 10 штучек. И берем, раскатываем. Слегка, чуть-чуть муки. Раскатываем. Раскатываем тонко. Тесто раскатываем тонко. Присыпаем его слегка мукой. И после того, как мы раскатали до тонкого плоского состояния тесто, берем тарелочку и делаем красивую круглую форму. Так ее прикладываем и обрезаем ножом. Так вот, убираем остатки теста. Катаем их. Они у нас пойдут на следующую заготовку. А тарелочку поднимаем и получаем круглой формы лепешку. Так, одна лепешка готова. Так как они жарятся очень быстро, то мы сделаем несколько заготовок и будем жарить на сковороде без масла с двух сторон по одной-две минуты. Обжаренную с двух сторон лепешку лаваша мы переложили на тарелочку. И для того, чтобы она была мягкая, смазываем слегка кипяченой водичкой. И выкладываем вторую. И так же само промазываем ее водичкой. Тонкий лаваш получается вкусный и мягкий. Лаваши мы пожарили. Отставляем в сторонку и попробуем, что же получилось. Возьму зелень. Лаваш у меня получился небольшой. И те остатки теста, которые были, когда я обрезал тарелочку, я их скатал и, соответственно, тоже из них сделал лепешки. Поэтому лавашей у меня получилась вот такая вот красивая, аппетитная горка. Давайте попробуем. Лаваш можно подавать, как я уже говорил, и с мясом, и с соусами, и с овощами. В данном случае я просто попробую с зеленью. Вот так вот берем, заворачиваем. Пробуем. Класс. С петрушечкой в самый раз. Лаваш это всегда вкусно. Особенно с зелью. Лаваш получился у меня мягкий, вкусный и очень аппетитный. Советую вам попробовать приготовить хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, а я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!